Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Выяснилось, что во время войны сборщик донатов притула случайно купил несколько квартирочек, таких не очень больших, правда. Ну, когда просто покупали большой-большой спутник, там то ли на сдачу дали, то ли так в виде, знаете, в виде сувенира, ну, как бы один спутник за деньги и пару квартир бесплатно. Ну, каждому, кто купил большой спутник, продавцы дают две квартиры в Киеве бесплатных, там пару парковест, ну, так немножко прилетело, больше всех возмутился Зеленский. Он просто рвал и металл. Он вызвал всех и сказал, это шо такое, да? По дороге притула шла, притула, денежку нашла, да? Немножко откусила, квартирку прикупила, а значит, задубила. Шутки шутками. Я жду, когда, наконец, девяносто пятый квартал всем колхозам своим взадрыпанным начнет стебать притул. Ну, и всех припритульников. Подпритульников, запритульников и выпритульников. Ребят, ну, согласитесь, что, имея кучу недвижимости, во время войны позиционируя себя как главный сборщик донатов у украинцев, которые действительно во многом отдают последние. Ну, не все, но какая-то часть реально отдает последние. У них воюют друзья, знакомые, родственники. Я всегда говорил, отдавайте прямо тем. Находите возможности, кто нуждается. Нельзя работать с этими агрегаторами. Это как нести деньги в церковь. Бог не получит ни хрена. Зато построят храмы, купят мерседесы и расшитые рясы. Друзья, если вы хотите совершить богоугодный поступок, я лично рекомендую. Поверьте мне, работает. Проверял много раз. Просто, когда в супермаркете вы оказываетесь и видите нищую старушку, которая считает вот эти вот копейки, просто заплатите за нее на кассе и скажите, бабушка, хорошего вам дня. Вы знаете, однажды меня остановила полиция. Я помню как раз это, там где между Подвысоцкого и Геквидзе, у меня стоит машина на аварийке. Вы говорили, подождите, как это так? Я говорю, ну, понимаете, такое дело. Шел по улице, вижу, идет с какой-то такой кровчучкой, такая несчастная старушка. Почему это было? Ну, где-то в году, по-моему, в пятнадцатом, шестнадцатом. Говорю, честно, как-то так время есть. Я ее пошел, догнал, дал ей пятьсот гривен. Вот эта девушка полицейская, она пошла к бабушке, поговорила с бабушкой, вернулась и говорит, счастливой дороги. Ребят, если вы хотите помочь кому-то, зачем, зачем богатому, мордатому, притуле давать деньги? Есть те, кто работают непосредственно с подразделениями конкретными. Вы должны понимать, что ваше конкретное денежка должна прийти в конкретное, не в абстрактное подразделение. Есть возможность помочь, допустим, батальону свобода. Есть реквизиты. Вот поверьте мне, если вы перечислите туда, вот прямо туда деньги, я вам ручаюсь. Я лично знаю командира батальона Кузыка Петра. Я, кто кажется, свята людина. Винсубины, Купикины, Визьмы. Отдайте прямо туда. Зачем вам посредник? Потому что наши посредники, как последние притулы, они не могут. Но, послушайте, это невозможно ему. Если он покупает нахрен ненужный спутник, ну, ему просто впадло и пару квартирок-то не прикупить. Ну, нет мочи. Тем более, они же сейчас на недвижимость поднимают на покупку, там, значит, 15%. Надо успеть. Ну, банда. Вот просто банда. Каким надо быть дураком, чтобы потратить годы, годы своей жизни на позиционирование себя с помощью всей этой вороватой власти. Для того, чтобы вот себя показать там суперволонтерам. И попасться на том, что жена купила, прикупила там 2-3 квартирки. Кстати, жена притулы, это сестра депутата партии регионов Виталика Хомутынника. Виталик очень умный пацан. Он такой спокойный, взвешенный. Он не упырь. Ну, как бы бизнесмен, регионал, ну, как бы регион и дом родной. Бизнес весь построил, понятно, в том числе партнер там Коломойского. Много-много кого партнер. Он бизнесмен и его сестра, это родная сестра притулы. И вот родная сестра притулы, жена Хомутынника, подарила там 2 парка места. Ну, бывает. Ну, вы ни разу не дарили в Киеве пару паркомест? Ну, там, сестре, маме, брату, куму, свату? Не? Не? Тогда вы не волонтер. Нет, черт побери, тогда вы не волонтер. Ну, размера притулы. Потому что такого размера волонтеры, они вот так живут. Я не представляю себе, совершенно искренне, когда вся вот эта вот упырятина, вся вот эта шобла, гужующаяся вокруг Зеленского, которая взяла сейчас монополию на информационное пространство, на волонтерство, которые играют в одну калитку, они никогда ни с кем не спорят. То есть, у них до сих пор нет навыка полемики с кем-то публичной. Они на ток-шоу не были. Помните, притул когда-то пару раз появился у Савика Шустера. Его туда впихнули, так технологично так впихнули нам, чтобы продать притулу подороже. И он оказался абсолютно бессловесным тюхой. То есть, вокруг него сидят взрослые дяди, говорят там всякие там вот эти вот яценюки, там Бутусов берет шоферича по морде. Самый тусклый, самый никакой бессловесный и растерявшийся был притулом. Ну, потому что для того, чтобы в дискуссии с людьми, которые всю жизнь полемизируют в прямом эфире, смотреться на уровне, надо на этом уровне находиться. Читать глуповатые реплики и заранее подготовленные шутки. Простите, если зайца долго бить, его можно научить зажигать спички. И притула, как и Зеленский, в тепличных, комфортных условиях, в этой, в теплой ванне эфира, там, где можно дубль переписать, подумать, как может быть иначе запишем вот этот кусочек, они смотрятся прекрасно. На ток-шоу им кобзда. И вот количество вопросов, которое накопилось к каждому птенцу, оперившемуся в гнезде Зеленского, количество вопросов безумное. Я посмотрю, как эта молодая и не очень молодая, а иногда и даже очень престарелая поросль, будет отвечать на вопросы, почему они не замечали то многомиллиардное воровство, а в нем участвовали. Я всегда считал притулу человека небольшого ума. Но то, что он вот на пике своей карьеры сборщика донатов не удержался. Блин, чисто Шура Балаганов. Ничего нового не происходит, друзья мои. Все, как описано в классике. Поэтому мне очень интересно ваше мнение. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на мой канал. Да, и обязательно напишите притуле. Там у него, по-моему, еще открыты комментарии. Ну, напишите. Человеку же приятно будет. Серьезно. Он просто жаждет почитать, что вы думаете о нем. А главное, напишите об этом друзьям, знакомым. У нас украли свободу слова. Поэтому наша миссия компенсировать правдой вранье единого марафона. Лайки, комментарии, репосты. А победа будет за нами. Потому что за каждым из нас персонально не зажавеет.